Сергей Алексеев. Брестская крепость. Брестская крепость стоит на границе. Атаковали ее фашисты в первый же день войны. Не смогли фашисты взять Брестскую крепость штурмом. Обошли ее слева, справа. Остался нам врагов в тылу. Наступают фашисты. Бои идут под Минском, под Ригой, под Львовом, под Луцком. А там, в тылу фашистов, не сдается, сражается Брестская крепость. Трудно героям, плохо с боеприпасами, плохо с едой. Особенно плохо с водой у защитников крепости. Кругом вода. Река Бук, река Муховец, рукава, протоки. Кругом вода, но в крепости нет воды. Под обстрелом вода. Глоток воды здесь дороже жизни. Воды, воды, воды несется над крепостью. Нашелся сменчак. Помчался к реке. Помчался и сразу рухнул. Сразили враги солдата. Прошло время. Еще один отважный вперед рванулся. И он погиб. Третий сменил второго. Не стало живых и третьих. От этого места недалеко лежал пулеметчик. Строчил, строчил пулемет. И вдруг оборвалась очередь. Перегрелся в бою пулемет. Пулемету нужна вода. Посмотрел пулеметчик. Испарилась от жаркого боя вода. Опустел пулеметный кожух. Глянул туда. Где Бук, где протоки. Посмотрел налево, направо. Эх, была не была. Пополз он к воде. Полз, пополз Тунский. Змейка к земле прижимался. Все ближе к воде он. Ближе. Вот рядом совсем у берега. Схватил пулеметчик каску. Зачерпнул словно ведром воду. Снова змейка назад пополз. Все ближе к своим. Ближе. Вот рядом совсем. Подхватили его друзья. Водинцу принес. Герой. Смотрят солдаты на каску. На воду. От жажды во глазах мутиться. Не знают они, что воду для пулемета принес пулеметчик. Ждут. А вдруг угостит их сейчас солдат. По глотку хотя бы. Посмотрел на бойцов пулеметчик. На иссовшие губы. На жар в глазах. Ходи. Произнес пулеметчик. Шагнули бойцы вперед. Да вдруг. Братцы. Ее бы не нам, а раненым. Раздался чей-то голос. Остановились бойцы. Конечно, раненым. Верно. Тащи в подвал. Сергей Алексеев. Капитан Гастелло. Шел пятый день войны. Летчик-капитан Николай Францис Гастелло со своим экипажем вел самолет на боевое задание. Самолет был большой, двухмоторный, бомбардировщик. Много славных подвигов совершили советские воины в годы Великой Отечественной войны. И летчики, и танкисты, и пехотинцы, и артиллеристы. Много незабываемых подвигов. Одним из первых в этом ряду бессмертных был подвиг капитана Гастелло. Погиб капитан Гастелло. А память осталась. Вечная память. Вечная слава. Борис Васильев. О зоре здесь тихие. Лиза Бричкина все 19 лет прожила в ощущении завтрашнего дня. Каждое утро ее обжигало нетерпеливое предчувствие ослепительного счастья. И тот час же, выматывающий кашель матери, отодвигал это свидание с праздником на завтрашний день. Не убивал. Не перечеркивал. Отодвигал. Помрет у нас мать-то? Строго предупреждал отец. Пять лет. И за дня в день он приветствовал ее этими словами. Лиза шла во двор задавать корм поросенку, овцам, старому казенному мерину. Умывала, переодевала и кормила с ложечки мать. Готовила обед, прибиралась в доме, обходила отцовские квадраты и бегала в ближние сельпо за хлебом. Подружки ее давно уже кончили школу. Кто-то уехал учиться, кто-то уже вышел замуж. Лиза, Лиза кормила, мыла, скребла и опять кормила. И ждала завтрашнего дня. Завтрашний этот день никогда не связывался в ее сознании со смертью матери. Она уже с трудом помнила ее здоровый, но в саму Лизу было вложено столько человеческих жизней, что представлению о смерти просто не хватало места. В отличие от смерти, о которой с такой нудной строгостью напоминал отец, жизнь была понятием реальным и ощутимым. Она скрывалась где-то в сияющем завтром, она пока обходила стороной этот затерянный в лесах кордон, но Лиза знала твердо, что жизнь эта существует, что она предназначена для нее и что миновать ее невозможно, как невозможно не дождаться завтрашнего дня. А ждать Лиза умела. С 14 лет она начала учиться этому великому женскому искусству. Вырванная из школы болезнью матери, ждала сначала возвращения в класс, потом свидания с подружками, потом редких свободных вечеров на пятачке возле клуба, потом... потом случилось так, что ей вдруг нечего оказалось ждать. Подружки ее либо еще учились, либо уже работали и жили вдали от нее в своих интересах, которые со временем она перестала ощущать. Парни, с которыми когда-то так легко и просто можно было потолкаться и посмеяться в клубе перед сеансом, теперь стали чужими насмешливыми. Лиза начала дичиться, отмалчиваться, обходить стороной веселые компании, а потом и вовсе перестала ходить в клуб. Так уходило ее детство, а вместе с ним и старые друзья. А новых не было, потому что никто, кроме дремучих лесников, не заворачивал на керосивые отсветы из окошек. И Лизе было горько и страшно, ибо она не знала, что приходит на смену детству. В смятении и в тоске прошла глухая зима, а весной отец привез на подводе охотника. Борис Васильев. В списках не значился. Крепость еще жила. Кое-где у кольцевых казар на той стороне муховца и за костелом еще стреляли. Еще что-то горело и рушилось. Но здесь, в центре, этой ночью было тихо и неузнаваемо. И не было ни своих, ни воздуха, ни свободы. Хана. Прохрепел Фидорчук. Тетя Христи плакала, по-крестьянски собирает слезы в уголок головного платка. Мира прижалась к ней. От трупного смрада ее душили спазмы. И только Анна Петровна, сухо глянув, горящими даже в темноте глазами, молча пошла через двор. «Аня!» окрекнул Степан Матвеевич. «Куда ты, Аня?» «Дети!» Она на секунду обернулась. «Дети там!» «Мои дети!» Анна Петровна ушла. Они растерянные, подавленные, вернулись в подземелье. «Разведка нужна», сказал Сташина. «Куда идти? Где они наши?» «Куда разведку-то?» «Куда вздохнул Федорчук?» «Немцы кругом!» А мать шла, спотыкаясь о трупы сухими, уже тронутыми безумием глазами, вглядываясь в фиолетовый отблеск ракет. Никто не откликнул ее, не остановил, потому что шла она по участку, уже оставленному нашими, уже взорванному немецкими саперами и вздыбленному лунгой многодневной бомбежкой. Она миновала трехарочные вороты и зашла на мост. Еще скользкие от крови, еще завалила и трупами, и упала здесь, среди своих, в трех метрах простреленная случайной очеречью. Упала, как шла, прямая и строгая, протянув руки к детям, которых давно уже не было в живых. Первое, чему учили молодых летчиков, прибывших в полк, были групповые полеты. И первые боевые вылеты были обязательно в составе групп, где опытные летчики могли подстраховать, поберечь новичков. Из этого исходного момента и строилась тактика воздушного боя и его приема. В частности, так называемая «крутель», когда большая группа штурмовиков длительно обрабатывала цель, одновременно оставаясь трудноуязвимой для вражеских истребителей и зенитов. Или такой противоистребительский маневр, как «ножницы», суть которого в том, что самолеты группа постоянно защищает не только каждый себя, но в первую очередь друг друга. Это было свойственно не только штурмовой авиации, разработанной тыжды героем Советского Союза Покрышкина тактика маятника, когда пары самолет барражировали не на одной высоте, а ходом часового маятника. Сверху вниз вверх предусматривало действия групп истребителей. В полной мере это относилось к бомбардировочной авиации. Причем, что крайне примечательно, именно в групповых действиях особенно быстро росло индивидуальное мастерство летчиков. Техника пилотирования, быстрота реакции, глазомер, точность стрельбы и бомбометания. Ибо Суворовский завет всяк солдат свой-свой маневр почитался очень высоко. Суворовский суворовский отмен Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Девушку, о которой написана эта книга, я знала еще тогда, когда она была ребенком. Знала ее также школьницей-пионеркой-комсомолкой. Мне приходилось встречать Гулю Королеву и в дни Отечественной войны. О ее жизни на фронте рассказали мне ее боевые товарищи. Немцы подходили все ближе и ближе. Оставив раненого на месте, Гуля бросилась опять к пулемету. Меткой очередью остановила она тех, что подбирались с ее стороны. Немцы залегли, но вот пулеметный диск кончился. Она пошарила вокруг себя и поняла, стрелять нечем. Вся надежда на гранаты. Гуля вырвала гранату из-за пояса, крепко сжала ее в руке и приготовилась. А ну, подойдите, подойдите. И в этот миг она почувствовала, что левая рука у нее стала немая, тяжелая, словно не своя. И рукав наполнился чем-то горячим и липким. Загружилась голова. Только бы не упасть. Гуля стиснула зубы, еще крепче зажала ручку гранатой и, подпустив немцев поближе, метнула ее. Хорошо, точно. Гуля вытащила вторую гранату, последнюю. Эту уже нельзя было бросать. Ее нужно было оставить для себя, чтобы не сдаться врагу живой. И вдруг, где-то совсем рядом в темноте, раздались голоса. Как будто русский говор. Свои. Вспыхнула ракета, брушенная врагом, и осветила белым светом приближающийся полк красноармейцев. Это был еще один полк дивизии 788. Подкрепление, поняла Гуля. Да, это было подкрепление. Полк продвигался к высоте, но он был еще далеко. А с высоты под натиском врага откатывалась рота 1-го батальона. Командир с ней не было. Осколком немецкого снаряда его убило на повал. И опять какой-то стремительный порыв словно подхватил Голю. Она забыла боль, устала, страх, все на свете. «Товарищи!» – закричала она, и словно издали услышала свой сильный и звонкий голос. «Я первая на штурм. Кто за мной? В атаку! Вперед! За Родину!» «За Родину!» – гулко отозвались десятки голосов. Гуля, нагнувшись, пробежала несколько шагов и вдруг будто споткнулась. Поднялась и снова упала. Троянов обернулся, положил автомат на землю. «Гуля!» – окликнул он ее. «Да что же этот с тобой?» Но она не отвечала. Он стал быстро расстегивать ворот в ее гимнастерке и почувствовала на своих руках кровь, раненную грудь. Гуля глухо застонала, рафанулась и, запрокинув голову, с трудом выговорила. «Ничего, чья высота наша?» Она пыталась еще что-то сказать, но понять ее было трудно. Уже похолодевшую Гулю бережно положили на плащ палатку, а вокруг все так же гремел бой за высоту. «Прощай, Гуленька!» – сказал Троянов и, обернувшись, крикнул. «Товарищи! Наша Гуля убита! Отомстим за нее!» И все, кто был вокруг, ринулись на врага. Бой за высоту разгорелся с новой силой. Дружным, единым натиском высота 56,8 была вновь взята, отвоевана, оплачена кровью. Последняя высота Гулиной жизни! Вячеслав Кондратьев, Сашка. Наконец-то поредел лес, посветлело впереди, и должно вскоре показаться Чернова. И тут вспыхнуло в Сашкиной душе чувство чего-то очень хорошего, что ждет его впереди. Но он безжалостно погасил его. Не о доме том, не о матери. До дома ему не добраться. Ранение легкое, отлежится в санроте, и опять айда обратно. Но именно в санроте и ждало его то радостное, о чем и гадать было страшно, как бы не сглазить. И не разрешил себе Сашка никаких мечтаний. Ох, как далече до настоящего тыла, и всякое может приключиться. Мина шлепнулась нежданно, не предупредив воин, прямо на тропку впереди Сашки, оглушив, обдав землей и вонью, охолодив тело и швырнув его в неглубокую воронку, полную мутной ржеватой воды. За ней еще одна и еще, и подбирались они все ближе к нему. Заметался он между деревьями, перебегая с места на место, надеясь по звуку угадать, куда она, стерва, шарахнет, хотя и знал, лучше залечь и не суетиться, все равно не угадаешь. Но сейчас отдаться на волю случаю, как прежде он не мог. Так близок и зрим был перед ним конец его маяты, так до отчаянности было обидно замертветь здесь, на этой тропке, которая в тыл, что ни один холодный пот прошиб Сашку. И никогда не мельтешил он так под обстрелом, никогда не падал на него такой неуемный страх, вдавливающий его до боли в землю. Немец обстрелывает, разумеется, не Сашка. Огонь велся по Чернову и по подходам к лесу явственно прослушивал шелестение тяжелых снарядов над головой и громовое уханье их разрыва впереди. Неспроста это, неспроста. Чего надумал фриц? Вдруг наступать? Вот незадача! Не даст уйти, гад! Шпарит и шпарит! Наконец устал Сашка перебегать туда-сюда и безвольно привалился к дереву. Будь что будет. Сжался комком и только вздрагивал при каждом разрыве. Будь что будет. Даже глаза закрыл. Не судьба значит уйти живым с передка. Людмила Никольская должна остаться живой. Никакой очереди возле булочной не было. Майя испугалась. Очередь она прозевала. Это и первокласснику ясно. Если и хлеб в ней кончился, куда она пойдет? В дежурную булочную на Курлятскую улицу, а домой показываться без хлеба нельзя никак. Майя открыла тяжелую дверь и сразу ей стало легко и весело. В булочной стояла небольшая очередь и хлеб был. Майя от радости запела нежную песню про солнце, которая с морем прощалась. Почти про себя она призевала тетю Соню. Что подумает Майя на мама, если тетя Соня зайдет к ней? Мама станет охать, беспокоиться, не случилась ли с Майей какая беда по дороге в булочную. Она и не подозревает, какое привалило счастье. А вдруг находку придется отдать? Она еще сама толком не думала, как искать хозяина. Но это будет грустно. Надо молчать. В очередях давно нет болтовни. Блокадные очереди молчаливы и терпеливы. Обычно хлеб развозят на ручных тележках. Ящиков с хлебом удивительно мало, а народу собирается к открытию булочной множество. Обычно тележку везет в возщик. Сзади, поддерживая руками связанные веревками ящики с хлебом плетется предавщица. Люди уже ждут возле булочной. Они встречают ящики с хлебом тревожными голодными глазами, переглядываются. У всех в голове одна мысль хватит ли хлеба на всю очередь. Нападение на возчиков хлеба Майя не видела. Но Софья Константиновна рассказывала ужасные вещи. где оттолкнули возщика с предавщицей, разбили ящики, расхватали буханки хлеба и бросились в рассыпную. В другом месте напали на старушку. Отобрали паек, вырвали карточки и тоже скрылись. Неужели? Качала головой мама. Конечно, гордо отвечала Софья Константиновна. Сейчас все прятать надо. И еще не то будет. Сергей Орлов. Его зарыли в шар земной. Его зарыли в шар земной. А он был лишь солдат. Всего, друзья, солдат простой, без званий и наград. Ему, как мавзолей, земля на миллион веков. И млечные пути пылят вокруг него с боков. На рыжих скатах тучи спят, метелицы метут, грома тяжелые гремят, ветра разбег берут. Давным-давно окончен бой. Руками всех друзей положен парень в шар земной, как будто в мавзолей. Андрей Платонов «Одухотворенные люди». Рассказ о небольшом сражении под Севастополем. Отрывок. Фильченко приподнял голову. Настала его пора поразить танк и умереть самому. Сердце его стеснилось в тоске по привычной жизни, но танк уже сполз с насыпи, и Фильченко близко от себя увидел живое жаркое тело сокрушающего мучителя. И так мало нужно было сделать, чтобы его не было, чтобы смести с лица земли в смерть это унылое железо, давящее души и кости людей. Здесь одним движением можно было решить, чему быть на земле, смыслу и счастью жизни или вечному отчаянию разлуки и погибели. И тогда в своей свободной силе и в яростном восторге дрогнуло сердце Николая Фильченко. Перед ним возле него было его счастье, его высшая жизнь, и он ее сейчас жадно и страстно переживает, припав к земле в слезах радости, потому что сама гнетущая смерть сейчас остановится на его теле и падет в бессилие на землю по воле одного его сердца. И с него, может быть, начнется освобождение мирного человечества. Он поднялся в рост, сбросил бушлат и в одно мгновение очутился перед бегущими сверху на него жесткими ребрами гусеницы танка, дышавшего в одинокого человека с жаром напряженного мотора. Фильченко прицелился сразу всем своим телом, привыкшим слушаться его, и бросил себя в полынную траву поджующую гусеницу поперек ее хода. Он прицелился точно, так, чтобы граната, привязанная у его живота, пришлась посередине ширины ходового звена гусеницы и приник лицом к земле с последним вздохом любви и ненависти. Паршин и Одинцов видели, что сделал Фильченко. Они видели, как остановился на костях политрука, потрясенный взрывом танк. Паршин взял в рот горсть земли и сживал ее, не помня себя. «Коля умер», сказал Одинцов. «Нам тоже пора». Борис Полевой Отрывок из повести о настоящем человеке Мересев крепко сжал зубы, дал полный газ и, поставив машину вертикально, попытался нырнуть под верхнего немца, прижимавшего его к земле. Ему удалось вырваться из-под конвоя, но немец успел вовремя нажать гашетку. Мотор сбился с ритма и заработал частыми рывками. Весь самолет задрожал смертельной лихорадки. Подшибли, Алексей успел свернуть в белую муть облака, сбить со следа погоню. Но что же дальше? Летчик ощущал дрожь подраненной машины всем своим существом, как будто это была не агония изувеченного мотора, а лихорадка, колотившая его собственное тело. Во что ранен мотор? Сколько может самолет продержаться в воздухе? Не взорвутся ли баки? Все это не подумал, а скорее ощутил Алексей, чувствуя себя сидящим на динамитной шашке, которой по шнуру запало, уже бежит пламя. Он положил самолет на обратный курс. К линии фронта, к своим, чтобы в случае чего хотя бы быть похороненным родными руками. Развязка наступила сразу, мотор осекся и замолчал. Самолет точно соскальзывая с крутой горы стремительно понесся вниз. Под самолетом переливался зелено-серыми волнами необозримый как море лес. И все-таки не плен, успел подумать летчик, когда близкие деревья, сливаясь в продольные полосы, неслись под крыльями самолета. Когда лес, как зверь, прыгнул на него, он инстинктивным движением выключил зажигание. Раздался скрежущий треск, и все мгновенно исчезло. Точно он вместе с машиной канул в темную густую воду. Падая, самолет задел верхушки сосен. Это смягчило удар. к деревьям машина развалилась на части, но мгновением раньше Алексея вырвало из сиденья, подбросило в воздух и, упав на широкоплечью вековую ель, он соскользнул по ветвям в глубокий сугроб, наметенный ветром у ее подножья. Это спасло ему жизнь. Сборник «Мы помним, мы гордимся» Легким кивком головы полковник дал знать, что разговор окончен. Запавшими за последнее время глазами он смотрел на висевшую в кабинете большую карту СССР. Иван Кочетов, щелкнув каблуками, лихо повернулся и вышел. А в ушах у него все звучал этот короткий разговор, да перед глазами стояла та карта. Родина. Все она выбрала в себя. Это и родная земля-матушка, и колыбель детская, и свой дом в далекой Башкирии. На миг летчику-преподавателю вспомнило все, все, что было связано с его недалекой юностью. Река Ашкадар с прибрежными тальниками, родной завод Красной пролетарий, слесарный участок, куда Иван ходил на работу, первые тренировки на учебном самолете. И всему этому угрожает лютый враг немецкий фашизм. Нет, ни минуты нельзя оставаться здесь на таежном аэродроме. Пусть сюда придет ему на смену кто-нибудь из пожилых, мало ли ветерану с крыльями, а Ивану Кочетову, молодому воину, надо быть только на передовой. Прохладным сентябрьским утром 1941 года доброволец прибыл в один из авиаполков Северо-Западного фронта. Часть стояла на дальних отступах к Ленинграду. Немецко-фашистские войска после провала их многократных попыток овладеть Ленинградом решили блокировать город, чтобы взять его из моря. Но город Ленину не сдавался, стойко продолжал борьбу. Мужественно сражались советские воины, отряды народного ополчения. Прибывали новые полки и дивизии, сосредотачивалась техника. Советская Россия, где таились несметные силы и возможности, развертывала свои могучие крылья. Так думал Иван Кочетов стоя у только что полученного самолета и откровенно говоря, мечтая о первом подвиге. Подошел командир звена, шутливо похлопал по плечу Иван, как бы невзначай сказал, новичок, полетим на пару, на разведку, готовься, орел. В небе, правда, бывал много раз, но в боевой обстановке впервые, извините, не приходилось. Командир звена, испытывающий, оглядел вновь прибывшим и неопределенно сказал, ничего. Летели в сумерках на обыкновенных ПО-2 и ничего особенного не произошло. Вернулись без трофейного, уничтоженного объекта или скопления врагов и без подвига. Командир звена, наблюдая мрачноватый взгляд, ведомого заметил, чего пригорюнился Ваня. Зря, мы с тобой сделали то, что надо сейчас, разведали врага, а это не так уж плохо, наши сведения пригодятся штурмовикам и истребителям. Константин Симонов Отрывок из рассказа Малышка Санитар, отодвинув разбитую створку двери, повел малышку внутрь сарая. Там на грязной соломе лежали семь тяжелораненых. Малышка вошла, посмотрела и сказала, ну вот, сейчас я вас отвезу. И потом еще что-то ласковое, что она всегда говорила раненым, а в это время ее привычный взгляд незаметно скользил с одного раненого на другого. Лица у всех были бледные, солома местами промокла от крови. Трое лежали с перебитыми ногами, двое были ранены в живот и в грудь, двое в голову. Малышка физически всем телом вспомнила ту дорогу, которую она только сейчас проделала из Митсанбата. 20 километров страшных рыб и ухаба. И представила себе опять эти толчки и падения уже не на своем теле, а вот на этих кровоточащих израненных телах, лежащих перед ней на земле. она даже поморщилась словно от боли, но сейчас же вспомнила свои обязанности. Как она их понимала, и на ее лицо вернулась обычная добрая улыбка. Сначала она с санитаром перенесла тех, кто был ранен в ноги. Их положили в кузов впереди, ближе к кабине. Потом перетащили еще трое. Теперь в летучке уже не оставалось места, и седьмого некуда было положить. Он полусидел у стенки сарая, и то открывал, то снова закрывал глаза, впадая в забытие. Малышка в последний раз вошла в сарай. Этого седьмого раненого приходилось оставить до следующей летучки. Но когда она вошла и сделала шаг к нему, чтобы сказать об этом, он, видимо, понял ее движение так, как будто его сейчас тоже возьмут, и, пытаясь приподняться, подтянулся навстречу. Малышка встретила его взгляд, мучительный, терпеливый, такой ожидающий, что, несмотря ни на что, оказалось невозможным оставить его здесь. — Вы можете сидеть в кабине, а? — спросила она. — Сидя ехать можете? — Могу, сказал раненый и снова закрыл глаза. Малышка вдвоем с санитаром вывела его из сарая, просунув свою голову ему подмышку, вытащила до машины и усадила в кабине на свое место. — А вы, товарищ военфельдшер? — спросил шофер. И, раненый, почувствовав в этих словах, шофер упрек себе, тоже типа спросил, а вы где? — А я на подножке, сказала малышка весело. — Свалитесь, упрямо заметил шофер. не свалюсь, ответила малышка и, захлопнув зараненную дверью, встала на подножку. Александр Твардовский Василий Теркин Книга про бойца Теркин. Кто же он такой? Скажем откровенно, просто парень сам собой, он обыкновенный. Впрочем, парень хоть куда, парень в этом роде, в каждой роте есть всегда, да и в каждом взводе. И чтоб знали, чем силен, скажем откровенно, красотою наделен, не был он отменный, невысок, не то, чтоб мал, но герой, героем, на Карельском воевал, за рекой сестрою. Почему тогда ему не дали медали? С этой темы повернем, скажем, для порядка. Может, в списке наградном вышла опечатка? Не гляди, что на груди, а гляди, что впереди, в строй с июня, в бой с июля, снова теркин на войне. Видно, бомба или пуля не нашлась еще по мне. Был в бою задет осколком, зажило и столько толку, трижды был я окружен, трижды, вот он, вышел вон. И хоть было беспокойно, оставался невредим, под огнем косым, трехслойным, поднавесным и прямым, и не раз в пути привычном, у дорог, в пыли колонн, был рассеян я частично, а частично истреблен. Но однако жив вояка кухни с места, с места в бой, курит, ест и пьется с маком на позиции любой. Как ни трудно, как ни худо, не сдавайся, впред гляди, это присказка покуда, сказка будет впереди. Алексей Николаевич Толстой Русский характер Про военные подвиги Егор Дремов тоже не любил разглагольствовать. О таких делах вспоминать неохота, нахмурится и закурит. Про боевые дела его танка мы узнавали со слов экипажа. В особенности удивлял слушателей водитель-чувелев. Понимаешь, только мы развернулись, гляжу, из-за горушки вылезает. Кричу «Товарищ лейтенант Тигра! Вперед!» кричит полный газ. Я и давай по ельничку маскироваться вправо, влево. Тигра стволом-то водит, как слепой, ударил мимо. А товарищ лейтенант как даст ему в бок в брызге, как даст еще в башне, он их хобот задрал, как даст в третий. У тигра изо всех щелей повалил дым, пламя как рванется из него на сто метров вверх. экипаж и полез через запасной люк. Ванька лапшин из пулемета повел, они и лежат ногами дрыгаются. Нам, понимаешь, путь расчищен. Через пять минут влетаем в деревню, тут я прямо обезживотел. Фашисты кто куда, а грязно, понимаешь, другой выскочит из сапогов и в одних носках Пурск бегут все к сараю. Товарищ лейтенант дает мне команду, а ну двинь по сараю. Пушку мы обернули, на полном газу я на сарай и наехал. Батюшки, по броне балки загрохотали, доски, кирпичи, фашисты, которые сидели под крышей, а я еще и проутюжил. Остальные руки вверх и гитлер капот. Так воевал лейтенант Егор Дремов. Покуда не случилось с ним несчастье. Во время Курского побоища, когда немцы уже истекали кровью и дрогнули, его танк на бугре, на пшеничном поле, был подбит снарядом. Двое из экипажа тут же убиты. От второго снаряда танк загорелся. Водитель Чувелев, скачив, выскочивший через передний люк, опять забрался на броню и успел вытащить лейтенанта. Он был без сознания. Комбинезон на нем горел. Едва Чувелев оттащил лейтенанта, танк взорвался с такой силой, что башню отшвырнуло метров на пятьдесят. Чувелев кидал пригоршнями рыхлую землю на лицо лейтенанта, на голову, на одежду, чтобы сбить огонь. Потом пополз с ним от воронки к воронке на перевязочный пункт. Я почему его тогда повалу, рассказывал Чувелев. Слышу, у него сердце стучит. Михаил Шолохов Отрывок из рассказа Судьба человека Из рейса бывало вернешься в город понятно первым делом в чайную перехватить чего-нибудь ну конечно и сто грамм выпить с устатка к этому вредному делу надо сказать я уже пристрастился как следует и вот один раз вижу возле чайной этого парнишку на другой день опять вижу и такие маленькие оборвыш личико все в арбузном соку покрытым пылью грязный как прах не чесанный а глазенки как звездочки ночью после дождя до того он мне полюбился что я уже чудное дело начал скучать по нем спешу из рейса поскорее его увидеть около чайной он и кормился кто что даст на четвертый день прямо из совхоза груженный хлебом подворачиваю к чайной парнишка мой там сидит на крыльце ножками болтает и по всему видать голодный высунулся я в окошко и кричу ему эй Ванюшка садись скорее на машину прокачу на элеватор а оттуда вернемся сюда пообедаем он от моего крика вздрогнул заскочил с крыльца и на подножку скарабкался и тихо говорит а вы откуда знаете дядя что меня Ваней зовут и глазенки широко раскрыл ждет что я ему отвечу ну я ему говорю что я мол человек бывалый и все знаю зашел он с правой стороны а дверцу открыл посадил его рядом с собой поехали шустрый такой парнишка а вдруг чего-то притих задумался и нет нет да и взглянет на меня из-под длинных своих загнутых кверху ресниц вздохнет такая мелкая птаха а уже научился вздыхать его ли это дело спрашиваю где же твой отец Ваня шепчет погиб на фронте а мама маму бомбой убила в поезде когда мы ехали а откуда вы ехали не знаю не помню и ни у кого тебе родных нету никого где ж ты ночуешь а где придется закипела тут во мне горючая слеза я сразу решил не бывать тому чтобы нам порознь пропадать возьму его к себе в дети и сразу у меня на душе стало легко и как-то светло наклонился я к нему и тихонько спрашиваю Ванюша а ты знаешь кто я такой он спросил как выдохнул кто я ему и говорю так же тихо я твой отец боже мой что тут произошло кинулся он ко мне на шапку я что-то не знаю я не знаю но я не знаю что я Продолжение следует...